Привет, друзья! Сегодня я хочу показать, как я готовлю вкуснющий куриный рулет, который получается очень сочным, при этом не жирный абсолютно. И он прям очень станет украшением любого праздничного стола или просто так. Его можно приготовить и как полуфабрикат, то бишь я его замораживаю и размораживаю при необходимости, запекаю затем в духовке, либо готовить его сразу. А на самом деле все очень просто. Мне для этого понадобится курица, с которой я, как это правильно сказать, на уровне локтя срезаю крылышки. Крылышки у меня пойдут на запекание. Точно так же на запекание оставляю вот эти вот голени, ножки, отрезаю на уровне сустава ножки. Если вам ножки для запекания не нужны, срезайте кожицу на уровне щиколотки и просто потом ножка вынимается. Затем делаю надрез на грудинке. Небольшой такой надрез и аккуратненько поддевая плеву снимаю здесь кожицу. Она прекрасно здесь отстает, здесь это не проблема. Самый важный участок у нас будет на спинке. Там не очень удобно снимать кожицу, но очень нужно постараться, чтобы именно здесь она была целая. Чтобы у нас получился целый рулет без дырочек всяких. Лучше пускай вы подденете кусочек мяска у вас там будет на кожице, чем у вас будет дырка. Теперь эту кожицу можно замариновать, можно ее вообще не трогать и потом присыпать какими-то специями. Не принципиально. Занимаемся обрезкой курицы. В данный рулет я буду использовать только одно куриное филе. Второе я буду использовать для отбивных, что очень удобно. И точно так же на запекание у меня уйдут ножки и кусочки крылышков. После того, как я срезала филе, обрезаю вокруг полностью все мясо, которое есть там на курочке осталось. Также у меня останется прекрасный суповой набор, который я потом буду использовать для супа. Любой суп можно сварить на таком курином бульоне. Если у вас мясо получилось крупненькое или куриное филе, вы режете длинными пластинками по сантиметру, такими длинными полосочками. Тупой стороной ножа стучите по мясу и делаются на нем такие, как насечки. И тогда мясо у вас будет лучше держаться друг к дружке. Посмотрите, оно как рыхловатое такое получается, но при этом не прорезается за счет того, что мы тупой стороной ножа это делаем. Тогда ваш рулет просто плотнее будет держаться друг к другу благодаря этим насечкам. После того, как мы минут 5-10 постучали по мясу, я добавила к нему где-то столовых 2 ложки майонеза, специи по вкусу, немного сухой горчицы, немного для курицы, просто специи и перчика. Солим, конечно же, по вкусу. Если у вас есть нитритная соль, добавьте еще щепотку нитритной соли, так ваш рулет в разрезе будет красивее. Перемешиваем хорошенечко эту массу и оставляем ее мариноваться минут на 15. Это не принципиально. И далее, не удивляйтесь, нам понадобится 2 или 3 кусочка белого хлеба. У меня это горчичный батон, который я тоже режу сначала столбиками и потом разрезаю на такие квадратики, тоже где-то по сантиметру. Затем этот хлеб мы добавляем к мясной массе и просто хорошенечко перемешиваем, чтобы масса получилась однородной. Благодаря хлебу наш рулет получается очень сочным. Хлеб впитывает в себя сок из мяса и при этом нежирным. Он будет нежным, мягким и нежирным. Это очень вкусно, правда. Далее я кожицу развернула аккуратненько, присыпала немножко перчиком и посолила немножко. Выкладываю всю мясно-хлебную эту массу, заворачиваю сначала бока и затем подворачиваю те части, которые у меня с дырочками от ножек. И далее буду оборачивать уже как бы целой частью наперед курочки. И получается вот такой вот цельный рулет. Сверху тоже можно смазать каким-то майонезом или еще чем-то, но я это уже буду после запекания делать. Повторюсь, можно замотать вот так вот фольгу, отправить в морозилку и потом при случае разморозить. Поставить в духовку на температуру 180 градусов и где-то через час-час двадцать разрезать фольгу, раскрыть. И каким-то соусом, либо просто майонезом с горчицей сверху смазать сам рулетик, чтобы он запекся еще несколько минут до красивой и румяной корочки. Дайте ему слегка подостыть и потом его уже можно резать. Он получается невероятно сочным. Когда он остывает, он вообще прекрасно держится формы, вообще не распадается. Получается как колбаска такая очень вкусная. Если вам вдруг что-то непонятно, обязательно, конечно, спрашивайте в комментариях. Я всем всегда отвечаю. А с вами, друзья, как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.